Добрый день, главоколожаемый президент, главоколожаемые коллеги. Разрешите, я приму стафету Георгия Георгиевича и поговорю про криоблативные технологии, но теперь уже применительно не к раку, не к опухолям молочной железы, а к метастатическим поражениям костей. Почему мы, в принципе, уделяем внимание этой локализации? Потому что за всем стоят, как известно, деньги, и на сегодняшний день огромные ресурсы тратятся на то, чтобы помочь данной когорте пациентов. Если мы обратимся к статистике США, то это примерно 17% от общего финансирования, выделяемое на лечение онкологических больных. А в то же время ежегодно порядка 280 тысяч новых случаев таких поражений выявляются в мире. Цифры, на самом деле, колоссальнейшие. Но всем вам хорошо известны те осложнения, с которыми сталкиваются больные на фоне подобного поражения. Это и боли, и патологические переломы, и компрессия крупных нервных стволов, и спинного мозга, гиперкальцемия, мелосупрессия. Ну, множество, да, что и говорить. При этом 74% пациентов с метастазием в костях сталкиваются с этими осложнениями, несмотря на проводимую противоопухолевую терапию. Ну, ведущим, наверное, является болевой синдромом, потому что он не купируется практически у двух третей пациентов, и он кардинальным образом ограничивает качество жизни, и в конечном счете снижает в том числе и продолжительность жизни больных. Ну, мы сегодня много, большой арсенал средств терапии подобной этой когорты больных, но тем не менее, в связи с тем, что вот этот арсенал большой, это как раз и говорит о том, что эффективно это помочь мы им на сегодняшний день не можем. Ну, и мы с вами сфокусируемся вот на этой группе, да, на локальной терапии. Что здесь? Здесь это традиционный хирургический подход, различные варианты резекции, реконструктивных операций, но мы все понимаем, что это же группа пациентов, которые проживет-то немного, и вот здесь нужно в приоритет ставить, прежде всего, качество жизни, а не какие-то хирургические результаты. Поэтому помним, что открытые операции – это достаточно травматичные процедуры, смещают начало системного лечения, большие сроки реабилитации, и относительно высокая стоимость. Лучевая терапия. На сегодняшний день золотой стандарт лечения болевого синдрома у данной группы больных, но в то же время 20-30% пациентов не чувствуют облегчение боли, а полное оккупирование отмечается только четверти. Противоболевой эффект отсрочен, развивается через 4-20 недель. В то же время мы понимаем, что когда болевой синдром сильный, нам нужно помочь пациенту здесь и сейчас. Противоболевой эффект может быть непродолжительным, а часть опухоли, как известно, радиорезистентна. Что же, какая же альтернатива, да, ну, как нам представляется, не только нам, наверное, а по и мировым данным, мини-инвазивные технологии во многом могут занять ту нишу средств, которые могут быть использованы для данных агурт и пациентов. Это благодаря и минимальной травматичности, и возможности выполнения процедуры подместной анестезией, небольшому числу осложнений, коротком период госпитализации, там, как правило, процедура проводится в один-два дня, низкая себестоимость и возможность повторного вмешательства, если это будет необходимо. Целый ряд публикаций на сегодняшний день говорит о том, что криоаблация эффективна в купировании болевой синдрома и также в вопросе, касающегося локального опухолевого контроля. Отмечается более продолжительный противоболевой эффект по сравнению с другими вариантами энергетической абляции и эффективный контроль лучевой ледяной сферы интероперационной благодаря визуализации при компьютерной томографии или ультразвуковым методом. Это тоже скромный опыт. На сегодняшний день порядка 80 человек мы пролечили. Некоторым пациентам исследование проводилось дважды, а то и трижды. Критерии включения какие-то ольгометастатическое поражение с наличием или наличие выраженного болевого синдрома более трех баллов на фоне противоболевой терапии и достаточно большие размеры очагов достигали, иногда 6 сантиметров. Мы используем нашу отечественную азотную терапевтическую систему, компьютерный томограф для контроля процедуры и в отдельных ситуациях использовали еще и энергетическую роботическую приставку. Ну так, просто поэкспериментировать, посмотреть, насколько здесь это тоже удоваримо. Как правило, процедура аблации выполняется с проведением двух циклов и с целевыми показателями температуры именно 90 градусов и время экспозиции 10,6 минут, и режим оттаивания используется любой. Пара демонстрационных слайдов. Те зонды, которые мы применяем, достаточно тонкие, от 1,5 до 3 мм в диаметре, в зависимости от размера очага, конечно, его локализации. И компьютерный томограф, ее многонавигационная приставка здесь тоже представлена. Такой роботический комплекс, который позволяет позиционировать зонды там от 1 до 6. Такие же слагаемые успеха при проведении подобного вмешательства, ну как и при любой другой облативной технологии, это точно установка зонды или электрода. Если попали туда, куда надо, то, собственно говоря, скорее всего, все и получится. Это достижение целевых параметров физического воздействия, в частности, температурных, если мы говорим о криво-воздействии. Это наглядный контроль при лучевом исследовании до зоны сформируемого креонекроза. Ледяный шар должен полностью перекрывать зону поражения и даже распространяться за ее края примерно там на, хотя бы на 5 мм, и возможность визуального контроля осложнений. Позиционирование коризонтов. Как и при любых подобных процедурах под контролем компьютерной томографии, конечно, можно применить разный арсенал способов введения инструментов. Это, прежде всего, самый простой вариант, последовательный режим, который можно реализовать с использованием любого компьютерного томографа. Мы поэтапно вводим инструмент, шаг за шагом продвигаясь, контролируя периодически его положение. И когда такой вариант адекватно использовать, это простая траектория и низкая вероятность повреждения каких-то соседних органов. Ну, простой пример, да, метастатический очаг в седалищном бугре, пациентка, страдающая раком легкого с поражением костей, олигометастатическое поражение, установлена пилотная игла, интродюсер, через который введен криозонд и выполнено мишельство, виден криошар, обозначенный стрелочками. Контроль, подтверждающий эффективность нашей проведенной процедуры, позитронно-эмиссионная томография, до и после операции. Видно отсутствие метаболической активности в зоне воздействия. Еще один пример. Пациентка, страдающая раком молочной железы, с поражением грудины, выраженным болевым синдромом. И таким образом введены два интродюсера, в таком взаимно-перпендикулярном направлении под углом к телу, чтобы не повредить все расположенные за рукояткой грудины крупные сосуды. И выполнена облация. Вот хорошо виден тоже ледяной шар, захватывающий всю область поражения. Какие причины неточной установки инструмента при использовании такого пошагового варианта введения инструментов? Это сложность визуального контроля при отклонении вводимого инструмента по осям Y и Z, когда мы сильно отклоняем креозонд к ногам или к голове. Иногда бывает сложно вести адекватно движение пациента, если процедура проводится под местной анестезией дыхания, соскальзывание стеклона поверхности кости, если мы говорим о каких-то тонких костях, например, о ребрах, и изменение траектории при перфорации, это также возможно. Такое как альтернатива такому пошаговому введению, это позиционирование креозондов под контролем КТ флюороскопии. Понятно, что для костей это метод не очень актуальный, но, тем не менее, позволяет в режиме реального времени, контролируя постоянное расположение конца зонда, вести под таким лучевым контролем. В то же время надо понимать, что врач здесь находится в зоне лучевого воздействия, и поэтому, конечно, если есть возможность избежать подобного подхода, то стоит это делать. Салитарный очаг при раке предстательной железы с поражением ребра, ну, чтобы не провалиться в превральную полость, мы так решили установить в таком флюороскопическом режиме, установлено два интродюсера, через которые введено два креозона, таким парасальным способом, да, чтобы зоны полностью прилегают к пораженному участку ребра, но не без перфорации онова и без повреждений легкого. Вот сформированный ледяной шар, видно, как участок расположенный ледяного шара, как в мягких тканях, так и распространяющийся на прилежащую легочную порывшему. И третий вариант – это робот-ассистированный режим, да, ну, при наличии подобной техники тоже можно вполне использовать, в том числе и для костей. Поражение головки левоплечевой кости спланировано введение двух и двух креозондов и примерные границы ледяных сфер, которые образуются на уровне креокамер. И с помощью дрели перфорирована костью введены соответствующие инструменты. Вот ледяной шар также введен вокруг сустава. Еще одно наблюдение – это здесь первичное метастатическое поражение позвонка, но, тем не менее, я позволю себе привести этот пример тоже. Поражение заброшенных узлов, метастатическое поражение с контактной деструкцией L3 позвонка. Видно, что к зоне поражения там прилежат и крупные сосуды, и двенадцатиперстный кишкадр. Здесь, в общем-то, недалеко спланировано введение соответствующим образом с применением репертизированной системы. И установлен один криозонд как раз в зону опухолевой деструкции, прилегая к зоне деструкции кости. После этого выполнена облация, хорошо виден ледяной шар, который затрагивает и позвонок, и участок метастатического поражения, где лимфоузлы расположены. И тоже помним, что здесь расположены яорты, нижняя половина, двенадцатиперстный кишка, мочеточник, все рядом, но, тем не менее, каких-то осложнений мы в этой ситуации не получаем. Несколько слов про мониторинг ледяной сферы. Интероперационный контроль здесь очень важен. Нам надо убедиться, что ледяной шар распространился соответствующим образом за границы поражения, но в то же время не прихватил чего-нибудь ненужного. Вот тоже пациент, страдающий раком легкого, с метастатическим поражением костей, такое субтотальное разрушение тела грудины. Виден один кривозон, да, и хорошо видна ледяная сфера в мягких тканях, которые захватывают грудины, ну и часть принадлежащих тканей. Еще одно соответствующее наблюдение. Пациентка, болеющая раком молочной железы, метастазы в костях, видно поражение крестца, достаточно обширное. И в эту зону видено несколько креозондов, однако при сканировании видно, да, что достаточно выраженные артефакты от металлоконструкции. Но оценить адекватным образом ледяной шар здесь возможности у нас нет. Но, тем не менее, какой здесь вариант решения этой проблемы? Нужно просто отклонить гентри, таким образом, чтобы соответствующие аксиальные сканы не проходили через длинник креозонда. Тогда это, возможно, позволит вам избавиться от артефактов. Посмотрим, да, это то же самое расположение креозондов, только сканирование при отклоненном гентри. И видно, да, что сами креозонды не попадают по своим поперечникам в зону сканирования. И таким образом можно хорошо визуализировать ледяную сферу. Да, у нас артефакты в этой ситуации минимальны. Ну и помним, конечно, что, как любая инвазивная процедура, и в том числе и креоблация таких статичных поражений, как кости, да, все равно может быть сопряжена с тем или иными осложнениями. Вот пациент, страдающий раком почки, солитарный метастаз в ребро, мы, как могли, попытались установить креозонды, да, установлено два инструмента в таком взаимно-перпендикулярном направлении для того, чтобы целиком охватить очаг поражения, да, видна сфера и в мягких тканях, и в прилежащем участке легкого. Ледяный шар сформировался, но, тем не менее, мы, к сожалению, в этой ситуации осложнения не избежали. И после операции был обнаружен прематорис, что потребовало двинирования плевральной полости. Еще одно наблюдение. Пациентка с поражением большеберцовой кости, достаточно крупный очаг, выполнена креоблация его. Но, тем не менее, в послеоперационном периоде мы получили перелом в соответствующей зоне. Но при дальнейшем наблюдении пациентка достаточно долго наблюдается. Каких-либо негативных событий в дальнейшем не произошло. Болевой синдром достаточно умеренный. И пару слов по оценке ответа на лечение, несмотря на то, что мы больше говорим о технике аблации, но, тем не менее, позволю себе остановиться на этом. Что мы ожидаем? Мы ожидаем, прежде всего, уменьшения размера мягкотканных компонентов опухоли или хотя бы стабильные размеры зоны деструкции, а в идеале нарастание склероза по ее стенкам. Вот и посмотрим. Пациентка 37 лет, фолликулярный рак щитовидной железы. Несмотря на проводимую радиотерапию в виде метаболической активности, в зоне поражения датчак постепенно увеличивается в размерах, поэтому прибегли к такой нестандартной тактике, как креоблация в этой ситуации. И установлено несколько креозондов, было три. И вот в послеоперационном периоде отмечаем склерозирование зоны деструкции по периферии и стабильные размеры очага на протяжении полутора лет. Не отмечается его увеличение. Метаболическая активность в зоне поражения отсутствует. Еще одно наблюдение. Пациент, страдающий раком почки, метастаз в седалишную кость, достаточно крупного размера мягкотканный компонент. Здесь порядка 6 сантиметров. Установлено три креозонда. И термопару можно видеть, которая около предстательной железы тут стоит. И выполнено соответствующее воздействие. Ну вот наши результаты. На протяжении уже практически двух лет пациент наблюдается. Видно, что мягкотканный компонент результировался. Перфузия накопления контрастного препарата в нем практически отсутствует. И размеры его в зоне деструкции стабильные, не увеличиваются. На заключение хотелось бы отметить следующее, что компьютерная томография обеспечивает эффективный мониторинг всех этапов через скожные криооблации при опухолем и поражении костей. Возможно, применение различных вариантов КТ-навигации при установке криозондов. В подавляющем большинстве, конечно, вам будет достаточно такого пожагового режима и нет необходимости к использованию какого-то дополнительного навигационного оборудования. И эффективность процедуры определяется полноторией перекрытия ледяной сферы очага поражения и достижением целевых показателей, целевых температур во всей массе опухоли и соблюдением временных параметров экспозиции. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...